Привет всем! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, что необходимо добавить в лунку при высадке перцев. Традиционно, перед тем, как мы приступим непосредственно к обсуждению темы ролика, хотелось бы сначала напомнить некоторые нюансы или особенности, которые необходимо соблюдать при высадке перца в открытый грунт или в закрытый грунт. Конечно же, самое важное условие, которое позволяет нам высаживать перцы на постоянное место жительства, это среднесуточная температура. Если мы будем говорить о температуре воздуха, то она должна быть хотя бы 15 градусов. Если мы будем говорить про почву, то желательно, чтобы температура в почве среднесуточная составляла порядка 20 градусов. Это будут являться оптимальными, минимальными условиями, которые будут способствовать лучшему приживанию нашего перца уже на постоянном месте жительства. Второе условие, которое позволяет нам принимать решение о том, что перец пора уже высаживать на постоянное место жительства, это оптимальный его размер. Если мы будем говорить про перец, который мы формируем с закрытой корневой системы, как, например, перец, выращенный в рассадных стаканах, то здесь возраст рассады, он может быть от нескольких листьев до уже зацветающих или ботонизирующихся цветочков. Если же мы будем высаживать перец с открытой корневой системы, то оптимальный размер это порядка 16-18 сантиметров и 6-8 настоящих листьев и, возможно, наличие бутонов. Если же перец с открытой корневой системы уже зацветает или начинает плодообразование, то имейте в виду, что эти растения будут намного дольше приживаться уже после того, как вы их высадите на постоянное место жительства. Из закрытой корневой системы и с открытой корневой системы рассаду любых растений и перцев в том числе лучше высаживать во второй половине дня, когда уже солнце начинает садиться. Таким образом, солнце будет не такое активное, испарение почвенной влаги также будет замедляться и за ночь наш перец, он уже немного адаптируется к своей корневой системе и с рассветом следующего дня корневая система начнет работать и будет постепенно восстанавливаться тургор. Еще пару маленьких нюансов. Это обрывать или не обрывать коронный цветок. У меня здесь находится рассада разного возраста. Например, рассада такого перца, как маркони золотой, она уже имеет два коронных цветка, которые начнут скоро цвести. И мое мнение такое. Если вы намерены получать семена из перца, если вы хотите удивить себя или других людей большим крупным плодом, то оставляйте коронный цветок. Если у вас мало времени, оставляйте коронный цветок. Если для вас важно получение более равномерного урожая с любого куста перца, то тогда необходимо однозначно удалять коронные цветки для того, чтобы наше растение не тратило силу на завязывание именно вот этих вот первых плодов, а равномерно распределяло всю силу на формирование вегетативной массы и на более равномерное закладывание и цветков, и плодов. И последняя маленькая особенность перед тем, как мы перейдем непосредственно к питанию, это заглублять или не заглублять перцы при высадке. Все будет зависеть от того, приступил ваш перец к цветению, к бутонизации, или он еще находится в стадии нескольких настоящих листьев. Вот когда мы высаживаем перец такой достаточно маленький на стадии 6-8 настоящих листьев, то его можно заглублять по семиодольные листья и даже по первую пару настоящих листьев. Если же наши перцы уже начинают бутонизировать, зацветать стебель, а древеснил, то заглубления смысла нет, поскольку дополнительная корневая система уже не будет развиваться на стебле этого перца. И есть вероятность того, что при чрезмерном заглублении, при каких-то неблагоприятных условиях почвенных, возможно, будет более интенсивное развитие корневых гнилей. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду эту особенность перед тем, как вы будете высаживать перцы на постоянное место жительства. А теперь перейдем непосредственно к питанию. Как известно, любое растение на стадии роста и развития нуждается в трех основных элементах. Это азот, фосфор и калий. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть в наличии, и грамотно формируем тот питательный компонент, который мы будем добавлять в грунт, в лунку при высадке нашего перца. Какие могут быть варианты? Если мы будем рассматривать органический способ возделывания, то однозначно нам необходимо добавлять, например, перегной. Обязательно не меньше двух лет, чтобы было этому перегною. Также можем добавлять биогумус, компост. Это будет являться источником азота. Для того, чтобы дополнительно внести источники фосфора и калия, то можно добавлять золу. Когда у нас нет органических источников питания, то можно прибегнуть к минеральным, и в этом нет ничего страшного. Например, взять 5 грамм суперфосфата, который будет иметь пролонгированное или удлиненное действие, и на протяжении всего вегетационного периода постепенно растворяться в почвенном растворе. И также к 5 граммам суперфосфата можно добавить 5 грамм нитромофоски, который будет являться дополнительным источником азота для наших растений. Если же у нас есть, например, навоз или перегной, или биогумус, но у нас нет дополнительных источников фосфора и калия, то мы можем взять такое минеральное удобрение, как барафоска, которое помимо фосфора и калия будет содержать и кальций, и магний, и другие компоненты. И это будет также являться оптимальным составом той смеси, которую необходимо добавлять в лунку. Независимо от того, какой у вас будет способ выращивания, или органический, или минеральный, помните, что перец, баклажаны и любые посленовые культуры, в том числе и овощные культуры, они больше любят щелочные почвы, нежели кислые. Поэтому обязательно раскисляем свою почву в зависимости от того, какая она у вас, или, например, мелом или доломитовой мукой. И хотелось бы закончить это видео рекомендациями по поливу. Перед тем, как мы высаживаем перец на постоянное место жительства, обильно проливать рассадный стакан нет необходимости, потому что чем обильнее мы прольем, тем хуже будет затем у нас доставаться наше будущее растение. Поэтому за пару дней до пересадки мы исключаем полив. И после того, как мы уже достали наше растение, поместили его в посадочную лунку, необходимо осуществить полив желательно теплой водой, чтобы исключить развитие любых корневых гнилей и сбрасывание цветков и бутонов. И лучше совмещать полив с добавлением любого антистрессового препарата. Оптимальным будет являться янтарная кислота из расчета 2 грамма на 10 литров воды. Надеюсь, с этими советами ваши перцы будут хорошо плодоносить и не болеть. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего и до новых встреч!